Всем привет! С вами канал Геральдика. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Сан-Марина. На карте Европы есть несколько крошечных государств, при этом они пользуются авторитетом и уважением у близких соседей, а также далеких в географическом плане стран. Граждане Сан-Марина, например, гордятся тем, что живут в самой старой республике в мире. А герб Сан-Марина, который появился в 16-м столетии, считается главным символом суверенитета и свободы. Цветовая палитра главного символа этого государства сдержанная и небогатая. В качестве основных цветов выбраны золотой, желтый и зеленый, оливковый, оттенок. Для прорисовки отдельных элементов используется голубой, белый, коричневый цвет, контур отдельных деталей, черного цвета. Герб Сан-Марина имеет следующие основные детали. Золотой щит не совсем привычной для Геральдики формы. Золотую корону, венчающую композицию. Ветвь лаврового дерева с плодами, обрамляющая щит слева. Дубовая ветвь с желудями, обрамляющая щит справа. Белоснежная лента с девизом страны. Переводится как «Свобода». Каждый из элементов герба играет определенную символическую роль. Например, символика лавры известна еще со времен античности. Венком из листьев этого дерева чествовали победители в военном деле и тех, кто достиг славы в творчестве. Лавровую ветвь, кроме герба Сан-Марина, можно увидеть на официальных символах Франции, Бразилии, Эфиопии, Мексики и других стран. Ветвь дуба, короля лесов, также хорошо известна с незапамятных времен в геральдической традиции Европы и Америки. Древние греки считали это дерево покровителем Зевса-громовержца, поэтому ветви, листья, желуди выступают своеобразными символами мощи, силы, непобедимости. И лавр, и дуб, которые изображены на гербе Сан-Марина, имеют тоже символическое значение. Центральное место на гербе Сан-Марина занимает золотой щит. На лицевой его поверхности изображен пейзаж, нежно-голубое небо и три серебристых, белых, башни из камня, расположившиеся на трех зеленых вершинах. Башни одинаковые по форме и размеру, каждую из них украшают перо страуса. Они символизируют главные историко-культурные памятники страны, крепости Монтали, Гуаита, Чиста. Вершина Монти Титана, изображенная на щите, это основные географические достопримечательности Сан-Марина. Крепости, построенные в свое время для обороны рубежей, на сегодняшний день не используются по прямому назначению, зато стали символом свободы Сан-Марина. Они удостоились чести не только украшать герб этой страны, но и чеканяться на местных монетах евро. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!